МИД Польши после вызова посла РФ, вскоре провокаций со стороны Кремля будет больше. Посол России Сергей Андреев был срочно вызван в МИД Польши в связи с провокационными заявлениями российского диктатора Владимира Путина. Послу объяснили, что границы между странами нерушимы и Польша выступает против попыток их пересмотра, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает РБК Украина со ссылкой на WNP. По его словам, встреча в МИД с российским послом длилась очень короткое время и что дипломат был очень расстроен во время встречи, а его отношение было недружелюбным. При этом манера поведения российского посла не соответствовала правилам дипломатического протокола, Яблонский отметил, что это не первая подобная ситуация и что поведение посла отражает отношение страны, которую он представляет. Он заявил, что поведение Андреева свидетельствует о том, что Россия не намерена добиваться каких-либо целей дипломатическими средствами, подобное провокационное поведение с российской стороны продолжается уже несколько месяцев. Поэтому мы ожидаем, что эта политика продолжится, и в ближайшем будущем провокаций будет больше. Поскольку Россия наблюдает за ситуацией в Польше, подчеркнул польский дипломат, он добавил, что во многих странах мира Россия пыталась повлиять на исход выборов с помощью дезинформации, Польша также не свободна от таких действий, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы мы будем иметь значительную интенсивность российской дезинформации. Заявил замглавы МИД, он заверил, что польское правительство, готово к этой ситуации, и действия будут предприниматься на постоянной основе. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, заявление Путина о Польше, накануне российский диктатор заявил, что Польша, должна поблагодарить СССР за восстановление независимости, поскольку диктатор Йосиф Сталин, отдал ей в подарок, западные земли, также глава Кремля намекнул, что Польша якобы хочет напасть на Беларусь и накапливает силы на границе. Уполномоченный правительство по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин отреагировал на такие вбросы Путина. По его словам, жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторил ложь о Польше, он отметил, что диктатор попытался использовать исторический ревизионизм для распространения лжи о Польше. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.